После недельного марафона ребята и члены жюри выглядят уставшими, но тем не менее очень довольными. Сложно сказать, кому пришлось труднее – участникам или жюри. Качество представленных работ ошеломило даже маститых ученых. И что отрадно, относится это и к оренбургским школьникам. Ребята выступили на отлично. В Оренбургской области единственная в Российской Федерации система подготовки, когда к подготовке олимпиадников привлекается высшая школа, причем в массовом объеме. Мы 200 человек проучили, те, которые поедут на различного рода олимпиады. Но, знаете, я результатами более чем доволен, потому что из пяти человек нашей команды, которая приняла участие, не заняла никакое место и не стала призером. Лишь девочка из девятого класса, но у нее все впереди. Все остальные три победителя и один призер – это лучший показатель на сегодняшний день. Конечно, признаются, ребята волновались сильно, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Олимпиада была очень сложная, но теперь вдвойне приятно, что мы смогли все преодолеть, решить эти олимпиадные задания и стали призерами-победителями. Хочу поблагодарить своего учителя, Селину Наталью Алексеевну, подготовившего меня к этой олимпиаде. Кейсы были сложные, но нам нужно было подумать, часть вообще была легкая. А практика, мы защищали проекты, но я набрал 26 баллов из 30. Ну, в принципе, хорошо все. Также победителями стали оренбургские школьники Александр Самигулин и Андрей Шапкин. Все призеры получили ценные подарки, но главный подарок ребят ждет впереди. Это гарантированное поступление в высшие учебные заведения. Александра Петренко, Семен Воробьев. Итоги недели.